Миш, помнишь, ты спрашивал, Андрюха, откуда у тебя столько денег? Ну потому что из Одессы. Одесса, до речи, привет. Да, нет, конечно. Я как бы, никто не замечает, друзья, но вот как бы я договорился с управлением туризма города. Они мне как бы дали 20 долларов. Я эту кепку одел и сижу здесь в прямом эфире на национальном канале, расхваливаю город. Ну, на самом деле, это шутка. Вот эту панамку, друзья, я не просто так одел. И телефоны там маленькими литрами. Не касайся. Одесса – лучший город на земле. Эту панамку с одесскими анекдотами, вот это же можно ее снять, развернуть и еще и почитать, чтобы скучно не было на пляже. Я одел в честь своих земляков. Я их знаю лично, вот, мы, ну, знаете, ой, Одесса – город небольшой, все друг друга знают. Так вот, они умеют не только шутить, но, во всяком случае, те, о ком пойдет речь дальше, ну и мастерить. Представьте себе, что впервые за почти 30 лет Украина прорвалась на невероятный американский фестиваль, который ежегодно проводится в штате Невада прямо посреди пустыни – фестиваль искусства и культуры, который называется Burning Man. Ура, ура, ура. Просто посеред пустыни наприкінці серпня зведуть споруди фантастичных форм. Одесситы уже працюють над своей скульптурой Любов. Навіщо хлопця обтягнули скотчем и харчовою плівкою, та скільки коштує Любов, знаю вражена Оленка Филонова. Абзац пока что в Одессе, але будет в Штатах. Чтобы представить свою страну, сюда съезжаются самые крутые скульпторы, художники и творческие люди мира. Везут с собой нереальные скульптуры размером в пятиэтажные дома. Семь дней в пустыне с музыкой, танцами, костюмами. Это самый необычный фестиваль в мире и самый крутой в Америке. Burning Man. В Одесской мастерской уже четвертый месяц кипит работа. Чего стоим, хлопцы? Дома-дома. Художник Саша подгоняет команду. У них осталось всего неделька времени, чтобы сделать любовь. Это две клетки в форме людей, которые символизируют то, что нас сковывает с возрастом. Обиды, какие-то подозрения, что-то, что нас волнует. А дети, которые будут находиться внутри, это две лампочки. Они, по большому счету, тот свет внутренний, который у нас еще внутри остался. Фестиваль Burning Man уже 29-й год подряд проводится в пустыне Black Road, штат Невада. И только в этом году впервые на фестиваль, внимание, едет Украина. Фигура финальная будет 8 метров почти длиной. Длина этой композиции 17 метров и ширина 5 метров с половиной. Ого! Попасть на фестиваль не так уж легко. Саша отправил на рассмотрение заявку и эскиз своего будущего творения. Вгорели эти мысли очень давно, просто никак не удавалось собраться в кучу перед Новым годом. Меня мои друзья уговорили попробовать. Задумка Саши и творческой команды американцам понравилась. И они получили грант на ее изготовление. Минимальная его стоимость проекта в целом, я думаю, тысяч шестьдесят плюс-минус. Чего, гривен? Долларом, да. И гранты его не покрывают даже наполовину. Суть в том, что все это делается за свой счет в массе. Просто в целях идей. Саша признался, что любовь полностью опустошила его карманы. Сума денег, которые я хотел потратить на квартиру, мы даже дали аванс. А потом получилось, что все это началось здесь. Мерки брали с живых людей. Это мой младший брат, он первый в версии был он же. Просто мы заматывали их полиэтиленовой пленкой. Брата? Да, полиэтиленовой пленкой его и девушку как раз Сережкину. И получается, что потом с них срезался этот корпус. И я заклеивал его заново, как по пьемаше только из скотча. Вот, кстати, брат Саши Игорь. Самый сложный это таз. Я думала лицо, потому что нос все-таки можно задохнуть. Сначала обматывается, потом делается дырка для того, чтобы можно было дышать. И вполне абсолютно комфортно. А что таз? Таз просто сложно его повторить. Он сложный по структуре. И на нем уже сидишь в момент, когда тебе мотает. Ну что, мы похожи? Ну, мне сложно сказать, я что стороны не вижу. Внутри девушки и парня клеток будут вот такие два ребеночка. Вот это попа. Хорошо, что у меня меньше. Ночью они будут светиться. Они светясь, пытаются прикоснуться друг к другу, протягивая руки сквозь эту клетку. И это символизирует возможность того, что мы еще имеем шанс к самопониманию, когда наступает темное время жизни человека. Сейчас ребятам осталось доварить огромные клетки, а потом распилить их на кусочки, чтоб можно было транспортировать. Плыть на корабле в Америку четырехтонная украинская любовь будет аж два месяца. На месте ее соберут как конструктор. И она пробудет на пустынном фестивале целую неделю. Это, наверное, будет презентация нашей страны и городов, в частности, среди тех людей, которые не были, потому что они не понимают, откуда мы приехали и вообще что такое мы. Скульптуры часто в последний день фестиваля сжигают, если они деревянные. Ведь принцип Burning Man – не оставить следа. Судьба любви после фестиваля еще решается. Может быть, она вообще останется в Америке. Так как денег на обратную транспортировку ребята пока еще не собрали. Если нам удастся сейчас договориться, то, возможно, мы ее провезем через несколько городов Соединенных Штатов крупных и попытаемся собрать ее на центральных площадях, просто чтобы она там постояла в качестве символа того, что у нас происходит. Но Саша все-таки очень надеется, что люди помогут собрать денежку и привести любовь обратно в родную Одессу, чтобы каждый мог полюбоваться ей в городском парке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова